2 сентября продолжались попытки договориться с террористами. Боевики отказались давать изможденным заложникам воду, не взяли еду и лекарства. Отказались заменить детей на взрослых, не приняли гарантий свободного коридора в Чечню или Ингушетию. После выхода на связь с доктором Леонидом Рошалем и переговоров с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, убийц удалось уговорить отпустить самых маленьких детей. Матери, которые пришли на линейку с грудными детьми, отдали их, а сами оставались в спортзале со своими другими детьми. Многим из них так и не удалось вырваться из рук безжалостных террористов. Дядя, два брата, дети, ни в чем не повинные дети. Папа выехал с Лискена, забрал детей, пошли на линейку. И больше не вернулись, да? И ни один не вернулся. Отпустив на свободу 26 заложников, матерей с грудными детьми, террористы так и не согласились доставить оставшимся в душном спортзале людям еду и воду, несмотря на многочисленные просьбы переговорщиков. Три дня в стенах школы шла схватка между жизнью и смертью. Невозможно забыть героев Альфы и Вымпела, которые принимали бой на себя, закрывали грудью растерзанные детские тела от обезумевших убийц. В бесланском теракте эти спецподразделения понесли тяжелые потери. Ежегодно в эти дни в беслан съезжаются со всего мира для того, чтобы выразить солидарность народу Осетии и для того, чтобы сказать терроризму нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok